В современной медицине поздними родами считаются первые роды женщины старше 35 лет. Но науке известны случаи, когда роженицам было 70 плюс лет. Ставшая мамой в 67 лет, китаянка Тянин вошла в книгу рекордов. Она получила звание самой пожилой женщиной в мире, забеременевшей естественным путем. Однако самой знаменитой старейшей роженицей стала жительница Индии Па Дже О Д И Вью Лохан, которая родила в 70 лет благодаря ЭК. В 12 лет Па Дже О Лохан выдали замуж. Супруги на протяжении 58 лет предпринимали попытки зачать ребенка. Они прошли обследование у врачей, которые пришли к выводу, что основная проблема в здоровье Раджа. Она совсем отчаялась и позволила мужу взять себе вторую жену, но вскоре выяснилось, что и та не может родить. Когда супруги узнали об ЭК, у семьи Лохан появилась надежда. Они одолжили крупную сумму денег у родственников и заложили часть имущества, чтобы оплатить дорогостоящую процедуру. В 2008 году врачи использовали донорскую яйцеклетку, которую хотели подсадить более молодой второй жене, но у нее оказалось неподходящее состояние организма. А вот Раджа для вынашивания оказалась достаточно здоровой. По статистике не у всех Парека, получается с первого протокола. Однако, несмотря на возраст супругов, случилось чудо, и эмбрион прижился. Беременность протекала нормально, но на седьмом месяце у Раджа началось кровотечение, и она едва не потеряла ребенка. Новорожденную девочку удалось спасти и выходить, несмотря на маленький вес, всего 1700 килограмм. Малышку назвали Навин. До двух лет Раджа кормила ее грудью. К родителям часто приезжали журналисты, чтобы выяснить, как они живут. Когда девочка только родилась, счастливая мать рассказывала, что если ее не станет, воспитанием дочери займется вторая жена. Однако Раджа и ее супруг мечтают дожить до совершеннолетия дочери и увидеть ее невестой. Я крепкая, работаю в поле по 12 часов в день. Доктора говорят, что у меня здоровье, как у 40-летней. Надеюсь прожить еще хотя бы 15 лет. В этом возрасте дочку можно будет выдать замуж. Есть еще и Омня, вторая жена, она моложе меня, говорит Раджа в одном из интервью. В СМИ часто публикуются репортажи о семье Лохан. Навин растет доброй и заботливой дочерью, ухаживает за старыми родителями. Она признавалась, что сталкивается с насмешками из-за того, что у нее слишком пожилые мама и папа. Однако девочка считает своих родителей настоящими героями. В индийских семьях принято заводить много детей. Бесплодные женщины всю жизнь терпят насмешки и издевки. Так было с Араматимангама. Она всю жизнь мечтала стать мамой, а громкий случай семьи Лохан вселил надежду. 5 сентября 2019 года Араматимангама родила близнецов с помощью ЭКО в возрасте 73 лет. К сожалению, сразу после родов у отца произошел сердечный приступ. Врачи смогли спасти главу семейства, но через год он умер. Араматимангама воспитывает девочек одна и уже нашла для них приемную семью в случае своей кончины. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.